Я рада вас приветствовать на моем канале. 10 июня, 28 мая по старому стилю отмечается народный праздник Евтихий Никита Гусятник. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают исповедника Никиту и епископа Мелитинского Евтихия. В народе 10 июня отмечают Никиту Гусятника, названного так потому, что он считался защитником гусей от птиц-хищников. В этот день по традиции начинали выпускать в воду гусят, за которыми часто охотятся орлы, ястребы и хищные животные. Гуси же считались важными птицами. Во-первых, они стоили очень дорого, а во-вторых, требовали особенного ухода. Поэтому наши предки и просили помощи защитить их от врагов. У гусиного покровителя Никиты. Взрослые к нему обращались с молитвой, а дети пытались его позабавить игрой – волки и гуси. Сегодня по церковному календарю день святого Никиты Халкидонского. Известно, что святой мученик был исповедником, очень милосердным и всегда помогал нуждающимся. Поэтому его просят о помощи все, кто в ней нуждается. Но приметы на 10 июня предупреждают, что мужчины могут быть соблазнены и поэтому рискуют пойти на измену. Если у вас в жизни проблемы, закончились деньги, кто-то из родственников сильно болеет или просто началась полоса невезения, то вы можете с самого утра помолиться святому Никите и попросить у него помощи. Но особенно осторожными сегодня нужно быть женам. Есть большой риск, что мужа могут соблазнить на измену. Именно поэтому день в народе называют «полудница». Именно сегодня, в полдень, в невероятно красивых и соблазнительных женщинах просыпаются духи полудницы, которые соблазняют мужчин, чтобы родить от них ребенка и привести свое потомство. Наибольшая активность наблюдается в полдень. Поэтому желательно ограничить общение мужчины с прекрасными представительницами прекрасного пола в этот день. У общения полудницы с мужчиной есть еще одна негативная сторона. После интимной связи с этой женщиной мужчина потеряет свою мужскую силу. Так как она фактически высосет из него все силы и энергию. А вот беременные, наоборот, могут от этого дня получить максимум пользы. Считается, что духи полудницы покровительствуют беременным женщинам. После общения с женщиной, в которой сидит полудница, беременность будет протекать легко, а малыш родится очень здоровым и крепким. В этот день считают особый заговор, чтобы муж не изменял. Для этого нужно сегодня утром пойти в храм и помолиться перед иконой Богородицы. Слова заговора такие. «Матерь Богородица, меня услышь, от блуда раба Божьего убереги, с кривой дорожки уведи. Как к крестам по миру вовек стоять, так и раба Божьего лишь ко мне любовь знать». Слово венчальное свое даю, чтобы Матерь Богородица его в уста рабу Божьему вложила, чтобы на жизнь счастливую да верную нас благословила. С летого до конца дня ни с кем разговаривать нельзя, тогда муж никогда не будет изменять. В народе считалось, что на Евтихия, полудницы, злобные духи, они начинают хороводить. Выглядели они, как прекрасные девы, которые своей красотой манили мужчин-хлеборобов в середину поля и кружили в своем хороводе, лишая мужской силы. Крестьяне верили, если при виде такой красотки зажмуриться и произнести трижды молитву «Отчий наш», а после сказать «Спаси от соблазна», то она тут же исчезнет. Также полудницы могли заманить в рожь и оставленные без присмотра детишек. Поэтому матери сегодня не отпускали малышей от себя сильно далеко. В некоторых селениях даже ставили около них караульных, подростков, обычно девочек, поскольку с парнями духи не церемонились. Крутились около них, чтобы завертелись головы и заболели шеи. При том, что полудницы вели себя часто довольно агрессивно, все же ругаться с ними не рекомендовалось, могут навредить хлебным посевам. Существовало поверие, что эти мифические существа носят с собой большие сковородки, которыми могут накрыть хлеб и травы от палящих солнечных лучей, так и повернуть сковородку другой стороной и сжечь их. Поэтому крестьяне приносили полудницам в качестве подарков сладости – медовые пряники или маковые бублики. Клали их недалеко от поля, в тени и следили, чтобы никто из деток к угощениям не притронулся, иначе могут сильно заболеть. В день Никиты Гусятника уже начинают появляться колоссовики – первые грибы. За ними обычно посылали пожилых людей, не занятых полевыми работами. На эти грибы проводили ритуалы и обряды, читали заговоры на хороший урожай. Проводили такой ритуал, чтобы год был урожайный. Когда 10 июня срезали первый гриб, говорили такие слова. «Как грибок в земле рос и дал большой прирост, так и рожь будет колоситься, многое уродиться». Собранные грибочки жарили и пекли с ними пироги. Первым попробовать грибное блюдо должен был глава семейства. Пирогами делились с соседями и гостями, чтобы никто не голодал. Народи верили, что беременные после общения с красивой женщиной-полудницей родят здорового и крепкого малыша. Приметы на 10 июня говорят, что муж сегодня может пойти на измену и потерять после этого мужскую силу. Считается, что сны, которые сегодня снятся, не сбываются. Если день на Никиту тихий, то и урожай всех культур будет хорошим. В старину даже маленькие дети знали примету о том, что 10 июня, в день Никиты Гусятника, нельзя безразлично относиться к гусям, иначе они все погибнут. Потому и верили наши предки, что 10 июня надо заказать молебен в церкви, прося помощи у святого вырастить здоровое поголовье гусей, а также обязательно выгнать птицу на свежую травку. Для гусят необходимо приготовить пшеничную кашу на святой воде, в которую нужно добавить вареные, куриные или гусиные яйца, предварительно их измельчив. Тогда, согласно поверью, птица пойдет в рост и, кроме того, принесет к Рождеству большую прибыль. Считается, что 10 июня мужчинам нельзя работать в полях. Их могут лишить мужской силы особой духи, принимающей женский образ, которых называют полудницами. Они очень красивые и статные, поэтому невозможно на них не обратить внимания. Начиная с самого утра, полудницы летают над полями, привлекая своим видом сильный пол, а потом творят свои черные дела. Нельзя 10 июня в полдень оставлять окна и двери открытыми, иначе через них в дом залетят злые духи и начнут щекотать детей, часто до смерти, или же играть с хозяйкой дома, сбрасывать со стола в посуду, ронять ножи, пересаливать еду и рассыпать перец. Незамужним девушкам в день Никиты Гусятника нельзя выходить в обеденное время на улицу, чтобы в их тело не вселилась темная сила, которая одарит ей такой привлекательностью, что ни один мужчина не сможет остаться равнодушным. Заколдованный он будет готов на все, даже навсегда отдать свою душу нечисти. 10 июня не разрешается ругаться родителям и ругать своих малышей, иначе семейное благополучие можно разрушить. Не стоит в день Никиты Гусятника звать к себе гостей. Посторонние могут забрать из дома счастье и удачу. Если же этого невозможно избежать, после ухода гостей надо тут же подмести порог входной двери. По примете, нельзя 10 июня пугать детей страшными рассказами, иначе потом у ребенка придется лечить испуг. Со временем недух станет таким сильным, что самостоятельно излечить его не получится, и без помощи знахарей будет не обойтись. Если 10 июня тихая погода, примета к урожайному году. Если в день Никиты Гусятника над лесом темно-голубой воздух, примета к теплу. Если муравьев возле муравейника много, к погожей погоде. Если в этот день воробьи веселые, значит день будет теплый. Если пахнет скушенной травой, ожидается ливень. Если ос много летает, примета, что будет солнечный день. Ожидается дождливая и ветреная погода, если ящерицы в день Евтихия выползли погреться на солнышко. Считается, что рожденные в этот день люди старательные. Они считаются искусными ювелирами. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok